Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, интереснейший форум, очень много сообщений. И какова же собственно роль морфолога в диагностике, чем мы можем помочь медицинскому содружеству. В данном случае тема пограничные хрящевые опухоли. Я полагаю, что актуальность проблемы очевидна, и хрящевые опухоли, прогноз и выбор правильного метода лечения – это основа основы. Классификация всегда отражает наше знание на сегодняшний момент о проблеме. Поэтому в последней классификации Возовской 2013 года появилась рубрика «Промежуточные хрящевые опухоли». И сегодня мы акцентируем внимание на пограничных хрящевых опухолях. Это атипичная хондрома или хондросаркома Грейт-1. Основные две группы – это наиболее важно, как биологически поведет себя опухоль. Это высокодифференцированные опухоли и низкодифференцированные опухоли. Нам хорошо всем известно, что хрящевые опухоли могут быть врожденными, приобретенными, генетически обусловленными, но протекать биологический их потенциал может быть различен. Причем и у одного больного, как в данном случае, вы видите множественные хрящевые новообразования в длинных костях скелета. И одновременно у этого же пациента хрящевое новообразование в ребре. При этом костно-хрящевые экзостозы абсолютно доброкачественные, а новообразование в ребре подверглось злокачественной трансформации. И окончательный диагноз все же по-прежнему ставится морфологом на основании морфологических признаков. Итак, вечная дилемма. Хондрома, хондросаркома и что же между этими двумя биологически по-разному протекающих состояниях, что в промежутке, как это оценить, какие существуют критерии для диагностики. Морфологические критерии для диагностики. Наши вечные признаки. Это клеточность. Сколько мы видим клеток? И какие они? И есть ли инфильтративный рост? Если это злокачественная опухоль, то клеток будет больше, цитологическая ОТП будет выражена в большей степени, и мы увидим признаки инфильтративного роста. Каким же образом это выглядит? Клеток мало. Они однотипные. И вы видите, что отсутствует инфильтративный рост. Хондросаркома. Клеток больше. Они разные по внешнему виду, по своей цитологической ОТП. Там по-разному выглядит хроматин. И вы видите признаки инфильтративного роста. Итак, целая группа заболеваний по биологическому своему потенциалу, по-разному они протекают, начинают хондромы, кончая, трансформировавшиеся в злокачественную опухоль хондросаркомы. Хондросаркома Грейт-1. Клеток мало. Ядра однотипные, штампованные. Отсутствует миксоматоз стромы. Хондросаркома Грейт-2. Клеток становится значительно больше. Хотя ядерная АТП выражена незначительно. И хондросаркома Грейт-3. Вы видите, что клетки становятся большими. Признак так называемый открытый хроматин или open chromatin. Это хорошо знают генетики. Они видят эти поломки. Они видят эти изменения в хромосомах. А мы это видим глазом при помощи обычных методов исследования, как говорил мой ментор и учитель. Он говорил, что самый хороший и самый специальный препарат, и самая специальная окраска – это хороший гемотоксилин и азин. Итак, мультидисциплинарный подход. Это уже, так сказать, правило без исключения. И все равно основные проблемы возникают при диагностике именно пограничных состояний. С чем же мы, собственно, сталкиваемся? Прежде всего, с тем, что опухоль, она гетерогенная. В разных участках она по-разному выглядит. Субъективность признаков отражается именно в том, что в течение многих лет существовала такая неразбериха и в диагностике, и в терминологии, которые все-таки в результате при помощи многолетних исследований крупнейших клиник и крупнейших морфологов все же пришли к выводу, что есть те самые признаки, совместные морфологические и рентгенологические, которые позволяют поставить диагноз. В 2009 год крупнейшие морфологи пришли к выводу, что основными признаками, на которые необходимо ориентироваться, это свойства матрикса, инфильтративный рост, способность опухоли к инфильтративному росту, к разрушению окружающих тканей и высокая клеточность. А также вот тот самый развернутый хроматин, который говорит уже о генетических нарушениях в данных структурах. И по-прежнему самые основные проблемы – это именно те пограничные состояния, о которых я уже сказала. Такой спектр названий говорил о том, что существовала неразбериха в головах у тех диагностов, включая, конечно, и морфологов, которые занимались этой проблемой. И в результате в 2013 году специалисты, как морфологи, так и рентгенологи, наконец собрались вместе и решили, что должна быть особо выделена группа заболеваний или атипичные хрящевые опухоли, хондросаркома Грейт-1. Это и хорошо, и плохо, потому что сейчас это в значительной мере облегчило ситуацию диагностам. Всё, что непонятно, всё теперь называют атипичной хрящевой опухолью. Грейт или степень дифференцировки. Собственно, это то, что звучит наиболее часто в нашей практической деятельности, и разработан этот Грейт или степень дифференцировки при самостоятельной, но в то же время совместной работе трёх основных учёных и школ. Итак, Грейт-1, Грейт-2 и Грейт-3 – это высоко дифференцированные и низкодифференцированные опухоли. Опять же, те параметры, на основании которых это объективно-субъективная диагностика происходит. Что же мы, собственно, видим в микроскоп? Опять же, мы видим ткань, и мы описываем то, что мы видим. Как выглядят клетки, как выглядит ядро, сколько клеток, каков матрикс. И вот данная картина – это цитологические параметры, клеточность и особенность матрикса даёт нам возможность поставить диагноз. Но, соответственно, с учётом того, что это и гетерогенная опухоль, и вот эти субъективные признаки заставляют морфологов в тесном контакте приходить к выводу с клиницистами и рентгенологами. Рентгенологические признаки основаны в основном на вот этой способности опухоли разрушать предсуществовавшую кость. Поэтому в какой мере опухоль вызывает разрушение кортикальной пластинки, такой есть термин – подрытие кортикальной пластинки, лежит в основе диагноза рентгенологического. Я несколько, так сказать, не в свою область в данном случае внедряюсь, но только на таком базовом уровне, неглубоко. Если вот это подрытие кортикальной пластинки менее 1,3, так в литературе описано, то это ближе к атипичной хрящевой опухоли или доброкачественному процессу. Если это больше, то это уже говорит о злокачественном процессе. То есть это один из основополагающих признаков. Развитие рентгенологических методов, конечно же, облегчает нам работу. Сейчас такое количество самых разнообразных методов исследований лучевых, которые дают нам практически полное представление о структуре ткани. Она хорошо диагностируется. Хрящевая ткань имеет свои признаки, она хорошо диагностируется. Итак, хондрома, атипичная хондросаркома и хондросаркома злокачественная. Это основные рентгенологические параметры, на основании которых ставится диагноз. Вы видите, опухоль располагается в центре костно-мозгового канала. В данном случае имеется именно этот признак подрытия кортикальной пластинки. Опухоль больше по своему протяжению. И здесь вы видите, что имеется разрушение кортикала и даже мягкотканный компонент. Для чего все эти многочисленные признаки мы пытаемся собрать воедино? Прежде всего, это для того, чтобы правильно выбрать метод лечения. Если это хондрома, то её можно отнести к так называемым опухолям. Не трожь меня, группа опухолей. Хондрома можно просто наблюдать. Совсем не обязательно её хирургически лечить. Если же это атипичная хрящевая опухоль или хондросаркома, то метод лечения, он меняется. Пример. Вот таким образом мы видим... Так, хулиганство вчерашнее даёт о себе знать. Не, прошу, прощи. Вот таким образом мы видим биоптат. Он бывает мелкий, он бывает разрозненный. Маленькие фрагменты ткани. То, что мы говорим, гетерогенность опухоли. И то, что это, конечно же, диагностика субъективная. Рентгенологически опухоль располагается в костно-мозговом канале. Соответственно, это хондрома. Опухоль большая по протяжённости. Имеется подрытие кортикальной пластинки. И дальше гистологические признаки АТП, миксоидный матрикс, развернутый хроматин. В какой степени выражен соответственный диагноз. И злокачественная опухоль. Хондросаркома. Много клеток. Компактный хроматин. Ну и, конечно же, рентгенологически это подтверждается. Но, как всегда, бывает в жизни всё не так просто. И вот на этом мне хотелось бы сакцентировать сегодняшнее внимание. Это опухоли со знаком плюс. А дальше я буду говорить об опухолях со знаком минус. Это очень важно. Потому что рентгенологически и гистологически опухоль может выглядеть достаточно банально. В ней нет признаков злокачественного роста. Но по своему биологическому потенциалу она может протекать отрицательно. К этим опухолям относятся хрящевые опухоли плоских костей. И в данном случае это клинический пример опухоль костей таза. Она была изначально расценена как атипическая хрящевая опухоль хондросаркома Грейт-1. Было выполнено экономное хирургическое вмешательство. При срочном гистологическом исследовании был поставлен диагноз атипическая хондрома. А через 2 года рецидив, опухоль была удалена. И при гистологическом исследовании был поставлен диагноз дедифференцированной хондросаркомы. Дедифференцированный или сейчас более точный термин, который мне больше нравится, он звучит таким образом. Трансформировавшаяся в саркому любую. Это может быть атипичная плеаморфная саркома, это может быть остеосаркома, это может быть рабдомиосаркома в редких случаях. Во всяком случае, трансформировавшаяся, мне кажется, это в большей степени отражает суть того, что там в этой опухоли генетически и биологически происходит. А помимо плюса существует еще, как всегда, знак минус. Опухоли со знаком минус. Хотелось бы подчеркнуть, что если морфолог у молодого человека говорит вам в кисти, что это хондросаркома, не верьте ему. Потому что такая опухоль, да, она будет очень клеточная, там будут метозы, там будет миксоматоз стромы, эта опухоль будет разрушать предсуществовавшую кость, то есть все те признаки, на которые мы основываемся при диагностике злокачественных опухолей. Но на самом деле так выглядит хондрома мелких костей, кистей и стоп. Травмированная хондрома, опять же, со знаком минус, выглядит плохо, на самом деле она доброкачественная. И болезнь Алье. Клинический пример. Это пациент, который дожил до 58 лет без симптоматики. И при уже оперативном лечении вот такая была гистологическая картина, которую любого морфолога, если спросить, то обязательно человек скажет, это хондросаркома Грейт-2. Но на самом деле клинически это протекало абсолютно бессимптомно. И я хочу сказать, что при болезни Алье, опять же, со знаком минус, выглядеть может опухоль очень злокачественно, а протекать доброкачественно. И относиться к этому тоже нужно со знаком минус. Это пример из коллекции доктора Майкла Кляйна, одного из крупнейших костных морфологов. Для чего все эти, так сказать, терапия. Терапия – это самое главное. Какой выбрать метод терапии? Хондросаркома Грейт-1, если правильно лечить прекрасный результат, соответственно, с увеличением степени злокачественности прогноз ухудшается. Генетический изоцитрат дегидрогенеза, возможно, каким-то образом подскажет, какой применять метод лечения. И, собственно, резюме. Мультидисциплинарный подход понятно. Объективность признаков морфологических и рентгенологических в данной диагностике разделяется пополам. Прогноз зависит от степени дифференцировки, последние достижения, они пока что нам ничем не помогают. Ну и спасибо за внимание.